Привет, друзья! С вами Дмитрий Карапенко. Тема нашего этого видео – основные несколько факторов, определяющих ваш успех на тестах английского. Если прошлое видео было посвящено тем причинам, которые мешают нам получить заслуженные баллы выше, то в этом видео все очень просто, все наоборот. Мы обсуждаем секреты нашего успеха. Секреты я, конечно, в кавычках говорю с лимаром, потому что вы их без меня знаете. Сейчас я перечислю 3-4 основные причины, которые помогут вам получить высокий балл на тестах. Тойку, IELTS, SAT, GMAT, неважно. Итак, первая причина. Естественно, это ваше владение английским языком. Чем выше ваш уровень владения английским, тем легче вам идти на любой тест или экзамен, связанный с английским. Даже если вы, например, возьмем тест какой-то там, тофу, да, если вы ни разу ни одного занятия к нему не готовились, теоретически, но у вас, как называется, свободный английский, хотя это растяжимое понятие, но давайте скажем свободный, вот вы идете, то там даются инструкции, естественно, в начале каждого разделы и так далее, инструкции аудио вы слушаете, читаете на экране, и вам так подробно объясняют, что в принципе, в принципе, чем-то вас супер там испугать, ну, повторюсь, при очень высоком уровне английского. Поэтому уровень английского, как-то тут ни крути, определяет 80-90% вашего успеха. Причем, если у вас очень высокий уровень английского, то его вполне возможно даже репетитор с какой-то неправильной методикой, корявой и так далее, Бога не сможет поломать, что есть класс. Ну, признаюсь вам честно, наверное, такие попадаются товарищи, ну, 1 на 100, я не знаю, может, 1 на 50, с таким уровнем английского, что, ну, который, там, я не знаю, какие-то диссертации пишет на английском свободно, да, и так далее, и так далее. Таких людей очень мало, но есть. И давайте будем стремиться к очень высокому уровню. Если вам надо готовиться к тесту, вы знаете, который будет, неважно, через год, через два, через полгода, начинайте готовиться еще вчера. Будете откладывать, будет ай-яй-яй. Доказано на опыте сотен тысяч человек. То есть статистика, эта наука прикольная, поэтому мы все верим в чудеса и так далее, но чудеса надо заслужить, да. Вот, поэтому давайте не будем фактурить иначе. Так, причина, ну, фактор номер 2, определяющий наш успех. Это мотивация. Если вам нужно действительно сдать тест, то вы его сдадите. Вопрос только с какой попытки, через какое-то время, да. Даже если у вас недостаточный уровень английского, но вы жаждете, вам оно нужно просто, то вы сдадите его с пятого раза, с десятого раза, будете готовиться самими там нанимать каких-то репетиторов, супер-купер и так далее, нанимать вы сами или не сами, вы к этому дойдете. Вопрос только через какое время. Да, кому-то легче оно идёт, кому-то сложнее оно идёт. Особенно, естественно, если вы там начинающий, да, а вам нужно сдать тест на какой-то серьёзный балл, это серьёзное испытание жизни, которое надо пройти. Ну, пройдёте. Люди в космос он летают, да, и штанги там по 500 килограмм поднимают, и прыгают в длину там как страусы по 10 метров. В общем, сдадите. Итак, мотивация — это всё. Если вы сами не знаете, зачем оно вам надо, а бывает и так, то даже при классном уровне английского вы можете его не сдать. Ежели очень хотите, но я думаю, если вы взрослый, уже здравомыслящий, самостоятельный человек, то раз вы даже это видео сейчас смотрите, оно вам зачем-то надо. И тест вам нужен, да, а раз он нужен, то приложите терпение, веру и так далее, всё будет классно. Третья причина — это техническое знакомство с самим тестом. Хотя, когда я о первой причине, да, владение английским только что говорил, ну, что даже если вы не знаете самой техники этого теста, да, процедуры, то при классном уровне английского вы сдадите, да. Но всё-таки, да, ну зачем издеваться над собой? Надо тест попроходить симулятором несколько раз. Благо дело в интернете их сотники, всяких симуляторов и так далее, вы можете легко найти, загрузить себе и пройти. Чем больше раз вы пройдёте, тем вы легче и комфортнее будете себя чувствовать на экзамене, да, то есть на тесте. Вы приходите, скажем, к себе домой. Да, кстати, к себе домой. Если есть возможность, обязательно заедьте разок, два, три перед тестом в тест-центр, где вы будете это всё сдавать, чтобы вы и туда пришли, к дому, чтобы вы знали, вот здесь какое-то приёмное, да, тут коридорчик, а тут нас поведут в какое-то там, там у нас будет аудирование, да, ну в таком духе. То есть чем больше вы знаете обстановку, вы понимаете, да, вы чувствуете себя как в своей тарелке, то тем вам легче. Если это всё новое, то будет вызывать лишнее волну. Поэтому провешивайте, провешивайте, проделывайте эти тесты раз за разом, даже если у вас только один в землёдах, начните его несколько раз. Вот, и это позволит вам, кстати, во многих тестах там может быть не множество, сэкономить время, не слушая там всякие вступления и так далее, ну в таком духе, пару секунд. Окей, и номер четыре. Это всё-таки как ни пути правильная методика. Ну, слово «правильное» давайте ладно, эффективная методика, да, правильная есть то, что помогает нам добиться чего-то, да. Как это, как говорят победители, не судят, да, как это делается, да, это уже решать вам и вашему, например, репетитору. Но всё-таки, да, есть более эффективные методики репетитора и материалы, есть менее, есть, может быть, даже, я сказал бы, анти-репетиторы методики и так далее, и так далее. Насчёт именно теста вот этой, да. Поэтому будьте бдительны, слушайте свою интуицию и старайтесь подобраться, подбираться до самых лучших репетиторов, самые эффективные материалы и так далее, и так далее. Окей, друзья, я думаю, что в эти четыре основных фактора укладывается вся наша доктрина успеха на тестах английского. Если вы считаете, что я что-то суперважное упустил, напишите, пожалуйста, в комментариях, с радостью обсудим. Но я думаю, что эти четыре аспекта покрывают всё. Покрывают полностью. Вы знаете, как говорят, всё гениальное просто, да? Я понимаю, что, скорее всего, эти четыре причин вы без меня знаете. Ну, так я вам напоминаю на всякий случай, потому что, бывает, мы затуркиваемся и не видим перед носом. Но взгляд со стороны всегда освежает. Окей, друзья, я, кстати, являюсь профессиональным репетитором по подготовке к практически всем тестам, связанным с английским языком. А если какого-то теста я не знаю, связанного с английским языком, то, уверяю вас, познакомиться с ним и помочь вам, это не есть какой-то вопрос. В любом случае, как бы что-то, никак, нашим ключом является владение английским языком. Раз, у вас, у меня, и моя способность помочь вам развить какие-то языковые навыки. А это от теста не зависит. Направленность каких-то текстов, да, направленность вопросов и так далее, это технические детали. Если у вас, если вы натренированы, как бы, и в общем английском, и на тестом, это тест, то всё получится. Даже если этот тест включается, вы не только английский, ещё математику, там и всякое такое прочее, таблички, всякие. Самое главное — английский язык. Всё остальное, математика, курс средней школы — это чепуха. Вы попровешиваете там несколько месяцев, это, ну, или несколько недель, с интернет какого времени. Поэтому я приглашаю вас, друзья, ссылочки на мой сайт, где я рассказываю вам о своих услугах и так далее, есть под видео и в видео. Ну что, желаю вам успехов на тестах и до встречи в следующих видео.